Приветствую всех людей, как и я, неравнодушных к ратракам в Истанбуле. Вы на канале «Давайте разбираться», где я, Сергей Будылин, даю практические советы по ремонту и грамотному техническому обслуживанию снегоплотнительной техники. Сегодня мы будем говорить про тормозной клапан и фильтр, который установлен под ним. Это восьмая серия нашего блога, где мы чиним и обслуживаем ратраки. Если вам нравится то, что мы делаем, то поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Так вы сможете помочь распространению этих знаний среди других людей, кто также интересуется этой темой. То, что я сейчас покажу, работает на подавляющем большинстве ратраков. Многие привыкли сами делать ТО на ратраках. Но тут же вроде все просто. Масло, фильтры, пробки. Увидели, старые слили, новые залили, фильтры поменяли и успокоились. Но помимо явных фильтров в гидравлике, в двигателе, воздушные фильтры, есть еще фильтры, которые невидимые. И о них важно знать. Потому что, если их вовремя не менять, то это может иметь критические последствия. Но сначала немного очень важной теории. Основная масса ратраков для растормаживания, для начала движения использует гидравлическое давление. У большинства этот параметр 150 бар. Отдельный гидравлический контур отвечает за тормоза. Разблокирует тормозную камеру. И регулируется это давление редукционным клапаном. Он находится здесь, на переднем гидравлическом блоке, перед радиатором. В левой его части. Вы завели двигатель. Насос начинает давить масло. И если он будет давить его в тупик, то давление будет расти до тех пор, пока не разрушит конструкцию насоса или шланги. А редукционный клапан отвечает за то, чтобы это давление было не больше положенных 150 бар. Когда давление превышает этот параметр, клапан его скидывает. Тормозные камеры. Это пакет фрикционов. Один диск держится за внешнюю часть. Второй за вал. И между ними еще несколько дисков, подпружиненных набором очень мощных пружин. И в статике, когда машина стоит с неработающим двигателем, вся эта система заблокирована. Чтобы разблокировать тормозную камеру, или еще, как говорят, растормозить, нужно подать туда давление, которое эти пружины разожмет. Набор фрикционов чем-то похож на корзину сцепления от мотоциклов. Но только если в сцеплении мотоциклов есть момент проскальзывания пластин, то здесь, в нашем случае, проскальзывание губительно. Тормозные пластины сразу уничтожаются. На этих машинах тормозные камеры устроены так, что тут нет режима притормаживания. Или заблокировано, или разблокировано. Притормаживать в процессе движения мы можем сбросом газа. Но когда мы дергаем ручник, то тогда мы жестко блокируем тормозную камеру. Машина встает колом. То есть, притормаживать ручником нельзя. Порог растормаживания тормозной камеры в зависимости от усталости тормозной камеры и усталости пружин примерно от 90 до 120 бар. То есть, это то давление, которое нужно подать в камеру, чтобы разблокировать тормоза. И машина поехала. То есть, тех 150 бар рабочего давления системы с запасом хватит для этого действия. Как только вы сняли машину с ручника, насос качает масло в тормозные камеры, пластины разжались, и все давление идет в тупик. И его необходимо куда-то сбрасывать. Иначе давление будет расти бесконечно. Сбрасывает давление именно этот клапан. И во время движения этот клапан всегда в работе. И из-за этого долго, в принципе, он не может работать. Это не может быть долговечным. И через определенное время он всегда выходит из строя. Это, по сути, расходник. Что будет, если мы не заменим редакционный клапан? Пружина внутри клапана со временем устанет. И клапан начнет держать давление все ниже и ниже. 140, 130, 120 и ниже и ниже. Особенно, если мы его ежегодно и не регулируем. И если давление упадет до критической точки растормаживания тормозных камер, то есть пластины не смогут полностью развестись, они чуть-чуть начнут расходиться, но будут тереться, в итоге сгорят. И еще мы можем перегреть трансмиссионное масло в приводных редукторах, а дальнейшие последствия уже как повезет. Вплоть до того, что разрушится редуктор. Так как масло будет сгоревшее, то будет стружка от изношенных тормозных пластин, и ничего хорошего в этом нет. Еще бывает так, что этот клапан может заклинить, и по какой-либо причине перестает сбрасывать давление. Давление будет расти, пока или не взорвет шланги, или не провернет насос шестеренчатый. Он перестанет работать. И тут тоже, как вы понимаете, ничего хорошего. Поэтому за давлением необходимо следить. Регламент на раз в год, или каждое ТО 1200 моточасов. Оно проверяется, и это обязательно. На этом теоретическая часть заканчивается, и мы переходим непосредственно к регулировке. Первое, и самое главное, мы меняем фильтр. Он стоит вот здесь, перед клапаном. И обязательно меняется раз в год. В клапане находятся довольно мелкие элементы с небольшими зазорами и допусками. Если масло в клапан попадет грязное, то оно сможет забить клапан и вывести его из строя. Или не даст клапану сбросить давление, которое в случае засора фильтра имеет все шансы просто до клапана не дойти. Или же забитый фильтр выведет из строя насос. Потому что на схеме мы видим насос, после него идет фильтр, после него стоит клапан. Забитый фильтр послужит тем самым тупиком роста давления и тем самым убьет насос. А он на этих машинах сдвоенный, совмещенный с насосом вентилятора охлаждения гидравлики. Устанавливаем на место новый фильтр, устанавливаем на место клапан. Если вы не знаете, насколько настроен новый клапан, или получили только что новый, то мои рекомендации такие. Откручиваем на тормозном клапане контрогайку. Выкручиваем против часовой стрелки регулировочный болт, тем самым опуская давление в минимум. Ставим клапан на место. Запускаем машину. Прогреваем гидравлику. Подключаем манометр. Снимаем с ручника, убедившись, что машина никуда не поедет. Отвал навесной опущенный. Площадка горизонтальная и ровная. И после этого начинаем регулировать. Поднимать давление до параметров 150 бар. Регулировка проверяется на следующих оборотах двигателя. 1100 или 1200. Это нужно уточнить для вашей машины в специальном справочнике. Или обращайтесь к нам. Если понравилось видео, то напишите в комментариях, какие еще темы нам стоило бы разобрать на канале. И до встречи в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok